Чекисту, бойцу невидимого фронта. Здесь вот подписано. Награда общественная. Уже есть ведомственные, юбилейные и боевые. Сарвару Саригаскаровичу 93. В 1942 году из села в Башкирии его призвали в воздушно-десантные войска. Победу встретил в Чехии под Братиславой, недалеко от Праги. Гвардии старшину Сарвара Файрузова в числе самых опытных пригласили в штаб. Искали будущих командиров для артиллерии, связи, танковых войск. Предлагали любой вариант, но хотелось домой. Тогда встал один из офицеров и предложил служить в военной контрразведке. Я согласился сразу, потому что уже 5-6 училищ предлагали, я отказался. А он, оперативный работник, так подошел ко мне и рассказал, как работает контрразведка и так далее. Завлек меня в это дело. Ну, я согласился. Еще были свежи впечатления, как в 1944 году их привезли на аэродром, готовили к заброске в тыл немецким войскам в Крыму. Три дня они провели возле самолета, но в итоге на прорыв пошли наземные части. Тогда им рассказали, что это была масштабная операция по дезинформации противника. Больше о работе невидимого фронта гвардии старшина не знал ничего. Но после проверки его прикрепили к опытному оперативнику. В Венгрии они искали военных преступников, предателей и всех, кому было бессмысленно сдаваться. Подошел к одному небольшому озерку, чтобы ноги помыть, и вдруг что-то шлеп. Я сперва не обратил внимания. Еще шлеп. Еще. Третий раз шлеп сзади. Тут же я понял, что откуда-то снайперские винтовки или откуда-то стреляют по мне. Звука выстрела слышно не было. Видимо, спасло расстояние. Но все равно пришлось быстро искать укрытие. Со временем мирная жизнь стала действительно мирной. Появились соблазны. На Дальнем Востоке четверо офицеров встречались в глухой деревушке безо всякого очевидного повода. Об этом сообщил пограничник. Оказалось, они готовили хищение военного имущества. А однажды хулиганство едва не закончилось боевым столкновением. С противоположного берега закричали в ответ, потрясая оружием. Пришлось срочно вмешиваться. Солдата отправили в глубокий тыл. Оказался сыном уважаемого работника атомной промышленности. Что вызвало общее недоумение. Сам Сарвар Сарегаскарович не считает, что совершил в своей жизни нечто особенное. Просто честно служил. Сегодня это пожелание ветерана подрастающему поколению. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.